Дарова всем ребята, Акент пока на проводе и у меня очень хорошие новости, потому что ребята, на андроид вышла кс го мобайл, это просто что-то нереальное. Прямо сейчас, починный, прожмите лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий, приятного просмотра мы начинаем. Ну а чтобы получить эту малышку, тебе надо всего лишь выполнить три простых условия. Первое, поставь лайк и подпишись на мой канал, во-вторых, напиши любой хороший комментарий, плюс твой ID, и третье, самое главное, посмотрим все видео без перемоток. Всем желаю удачи, господа, я думаю вы уже готовы играть в мобильный кс го, что же это такое? Ребят, игра называется The Origin Mission, но ее пока что в племаркете нету, потому что это всего лишь бета-тест, но я скажу так, эта игра однозначно достойна вашего внимания, ну что же, смотрим. Ну и прямо сейчас, ребятки, у меня идет загрузка в ту самую кс го мобайл, я скажу так, что изначально она шла на китайском языке, но в будущем скоро появится поддержка и на английском, и на русском, и так далее, потому что, ребята, эта игра просто прорвет все тренды, и да, ребята, это не реклама. Обалдеть, просто посмотрите, это загрузка. Ну что же, ребятки, добро пожаловать в кс го мобайл, просто посмотрите на все это, это карта ДДАС 2, только немножко приделана, для того, чтобы не было плагиата с Valve. Ребят, просто внимательно посмотрите на все это, как же это красиво, на текстуры, на шейдеры, я просто в шоке, просто посмотрите на эту воду, я в шоке. На этот город, на эту карту, ребята, просто 5 с плюсом. Ну что же, там у нас спаун команды террористов, прямо сейчас мы, ребятки, бежим в сторону спауна команды спецназа. Просто, ребятки, взгляните на все это, как же много разных текстур, то есть мы можем залезать сюда, можем сюда, оп, ай, блин. А ну-ка, оп, и залезаем конкретно на этот шорт. Так, ребятки, проходим дальше, смотрим, что же у нас есть на Зиге. На Зиге ничего нету, но тем не менее, ребят, графон просто на 5 с плюсом, учитывая то, что это мобильная игра, и каждый из нас с вами будет играть в это, это очень-очень круто. Ребят, я жду официального релиза, потому что именно тогда игра станет доступна для каждого из вас в плеймаркете, но просто пока что даже посмотрите, как же все это круто, как же все это классно, какие же текстуры, какие модельки. Видно, что проделала большая работа, и самое главное, что обновление тут выходит гораздо чаще, чем в стендоффе. Блин, ребят, я очень жду, но я скажу так, из стендоффа я не ухожу, но в эту игру я однозначно буду играть. Так, ну что же, подходим, нам тут куча разных надписей, ребят, кто шарит в китайском, пожалуйста, переведите, потому что я ничего не понимаю. Так, я вижу, есть у нас 5 противников, опа, минус 1, да? Так, ага, прикольно, прикольно, прикольно. Но тут есть такая штука, как автонаводка. И плюс самое крутое, то, что тут, когда стреляешь по противнику, отображает урон. То есть, вот я сейчас стреляю по этой женщине, или кто это такой, и мне отображает, сколько урона я нанес. Так, ребятки, мне показывает, что надо идти дальше. Идем дальше, идем дальше, проходим коробку. И что же мы тут видим? Я вижу АВМ. Ну, давайте подберем эту ВМ. Блин, ребята, ну вы прикалываетесь? Просто посмотрите на все это. Я в шоке, я реально в шоке, вау. У меня не это слово. Так, ну что, ребят, давайте прямо сейчас все это тестировать. Так, ну что же, представим, что я понимаю, китайские тут написано. Слышь, шлепа, нажимай на кнопку стрельбы. Окей, понял, нажимаем. И пытаемся попасть по этой женщине. Ну, я обычно по женщинам не стреляю, но, ребят, сегодня можно. Так, минус вторая женщина. Минус третья женщина. Но четвертую женщину мы пока что мочить не будем. Я пробую подойти к ней максимально поближе. Давайте, ребятки, я подойду немножко поближе. И я хочу посмотреть, как выглядит текстура персонажа. Блин, да это же охренительно. Посмотрите, как все четко видно. И это всего лишь бот. А если были бы реальные игроки, мне кажется, графон был бы еще лучше. Так, ну что, делаем хэдшот. И, ребятки, мы прошли обучение. Теперь можно играть в онлайн режим. После авторизации в игре и после прохождения обучения, нас, ребятки, перекидывают в эту менюшку. Что же мы тут можем выбрать? Первое, что мы можем выбрать, это персонажа. То есть, у нас будет женщина или мужчина. Как мы видим, я выбрал женщину. Что же мы можем тут выбрать дальше? Тут мы можем зайти в инвентарь. Тут мы можем купить кейсы. Тут есть также игровая валюта голда. Тут, короче, ребята, все прям как в CSGO. Так что есть торговая площадка, но она еще до конца не доделана. Давайте посмотрим непосредственно сама игра в онлайн режиме. Чем мне нравится эта игра, то что тут, ребятки, есть очень много разных заданий. То есть, тут есть ежедневные задания, есть обычные задания. Ты все это выполняешь и получаешь валюту. То есть, в стендове, чтобы, ну, дождаться ежедневных заданий, надо прождать несколько лет. Тут, к примеру, сразу уже в бета-тесте все это включено. Ну, а прямо сейчас мы, ребятки, непосредственно зайдем в саму игру. Я хочу отметить то, что на каждом оружии тут есть свои анимации. То есть, сейчас мы видим анимацию на ESP. Это у нас эмочка. Так что есть керамбиты. И все, как вы захотите. То есть, тут, ребята, все реализовано максимально круто, максимально прикольно. Просто посмотрите на саму суть игры. Я просто от этого кайфую. Это у нас керамбитик, ребята. У керамбита тоже есть своя прикольная анимация. И я вам скажу даже более. Это игра реально играемая. Я не знаю, что это за карта, но карта тут реально зашибумба. Очень много карт, очень много разного оружия, очень много заданий. И прикол в том, что все это сделано за очень короткий промежуток времени. Поэтому я просто восхищаюсь всем этим. Прямо сейчас мы, ребятки, видим загрузку на новую карту. Карта под названием Resort. Ну что же, давайте смотреть, что, как тут произойдет. Как мы видим, игра идет 1 на 2. Очень прикольно. Сначала карточки мы, ребятки, выбираем себе оружие. И самое интересное, то, что тут очень много режимов. Этот режим называется Team Arena. Есть еще много режимов, типа закладка бомбы. В ближайшее время будет и ММ, и все-все-все подобное. Ну а прямо сейчас мы, ребятки, играем в режим под названием Командный бой. Просто посмотрите, как же все прикольно, как же все интересно, как же все круто. У меня нет слов. Просто залетаем к базе противникам и можем их мочить. Карта чем-то похожа на карту из стендоффа Trader Howlside. Просто подходим, видим энеми и начинаем мочить. Но, к сожалению, ребятки, мы видим, стрельба тут еще не идеальная. Тут базара 0, в стендоффе гораздо лучше. Но, ребят, это только бета-тест. Представьте, что же будет дальше. Реально, эта игра очень крутая и у нее очень большое будущее. Также, ребятки, в создании данной игры участвует очень большая команда разработчиков. Поэтому я уверен, что с обновами тут точно не будет никаких проблем. И они будут уходить довольно-таки часто. Потому что уже на данный момент тут очень много карт, очень много режимов, очень много разных заданий. И очень-очень много всего. И самое главное, это все на ваш Android. Я еще раз повторюсь, что эта игра ни в коем случае не реклама. Я просто реально открыл для себя новую прикольную игру. И я вижу, что у нее очень большие перспективы. И я понимаю, что эта игра очень скоро будет нереально популярна на всем YouTube. Так что, ребят, напишите ваше мнение по поводу этой игры в комментарии. Поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. Если вам нужен лучший дизайн в мире, то ссылочки в описании. Всем удачи и всем пока.